О происшествиях с больших дорог расскажет Карина Пашкова. В столице на пересечении улиц Народной и Жулуновича столкнулись легковушка и автобус. В общественном транспорте в этот момент находились пассажиры. К счастью, никто из них не пострадал. Чего не скажешь о водителе Форда. Мужчине понадобилась помощь медиков. Очевидцы сообщили, что к карете скорой помощи шофер шел самостоятельно. По предварительной информации, последний ехал по второстепенной дороге со стороны Плеханова. На перекрестке он не уступил дорогу автобусу. В итоге произошло столкновение. Как факт, МАЗ протащил легковушку практически до пешеходного перехода. Накануне серьезная авария произошла на столичной кольцевой дороге. В ДТП получили повреждения сразу три автомобиля. Как сообщили в ГАИ, 30-летний водитель Накия ехал по внутреннему кольцу в средней полосе. Мужчина хотел перестроиться, причем сделать это он пытался на весьма высокой скорости. В итоге врезался в попутный ФИАТ, после чего обе машины повело прямо на разделительное ограждение. Барьер не выдержал и частично разрушился. Отлетевшие осколки повредили пижо на встречной полосе. В ходе разбирательств сотрудники дорожной милиции заметили, что водитель КИА, скорее всего, пьян. От освидетельствования мужчина отказался. Никаких документов у него при себе не было. Позже шофер признался, что поссорился с девушкой. Потому и сел за руль в таком состоянии. В отношении нарушителя было составлено 4 протокола. За нетрезвую езду, ДТП, отсутствие документов и страховки. Горячее утро выдалось у столичных спасателей. На улице Бачила буквально как спичка вспыхнул автомобиль «Мерседес». О происшествии на линию 101 сообщили очевидцы. Огнеборцы немедленно приехали на место. К этому времени стихия уже частично завладела машиной. Тем не менее, пожар оперативно потушили. Известно, что возгорание произошло в моторном отсеке. В результате ЧП поврежден передний бампер. Сейчас выясняется, что могло стать причиной происшествия.